Душевные страсти Из душевных страстей первое место в аскетической схеме занимает сребролюбие, филарджерия, вследствие его ближайшей непосредственной связи, по крайней мере в некоторых случаях, со страстями плотскими. Начало и постепенный рост этой страсти весьма подробно описаны у Иоанна Кассиана. Святой Отец так описывает ее проявление. Эта страсть, когда возобладает расслабленную и холодную душа монаха, сначала побуждает его к малому стяжанию, представляя ему некоторые справедливые предлоги, по которым он должен сберечь или приобресть несколько денег. Монах начинает жаловаться на скудость и недостаточность доставляемого монастырем содержания. Этого содержания едва хватает и при здоровом состоянии тела. «Что же будет, если оно впадет в болезнь?» — начинает думать монах. «Наконец, нельзя долго и жить в одном монастыре, и если не припасти денег на путевые расходы, то невозможно будет, когда захочется переселиться и придется вести жизнь наемническую без всякого успеха. Прилщенный такими мыслями, монах начинает помышлять, как бы ему приобрести хотя бы один динарий. И вот, чем больше собирается денег, тем сильнее растет страсть к ним. Монаху видится впереди долговечная жизнь, преклонная старость, различные весьма продолжительные недуги, которые трудно будет переносить в старости, если не заготовить денег. Так становится жалко душа, связанная змеиными узами, и отсюда монах и ни о чем больше не думает, как только о прибыли. Из-за этого он не устрашится допустить злодеяния лжи, ложной клятвы, воровства, нарушить верность, воспламениться вредным гневом. Посему-то апостол и называл эту страсть не только корнем всех зол, 1 Тимофей 6, 10 стих, но и идолослужением. Из представленного преподобным Иоанном Кассианом хода развития и роста страсти сребролюбия, видно, что она начинается с простой мысли о необходимости небольшой суммы денег, мотивированной, кажущейся необходимостью и нуждою, а потом, постепенно захватывая все стороны человеческих желаний, разрастается в болезненное явление боли. После она – настоящая страсть, и дальнейшее ее существование будет всегда характеризоваться явлением ненасытимости. Иоанн Кассиан, называя сребролюбие недугом, указывает на троякое проявление его в монахе. Во всех этих видах общим является склонность к приобретению денег и вообще сокровищ мира сего. Напряженное, ненасытимое стремление к приобретению денег, имущества и вообще материальных благ является характерной, существенной чертой этой страсти. По словам названного отца, свойство сребролюбия таково, что душе, однажды плененной этой страстью, оно не позволяет соблюдать никакого правила честности и не дает насытиться никаким увеличением прибытка. Неистовство этой страсти, не насыщаться никакой громадностью богатства, Ад не скажет, давлеет, и любостяжательный никогда не говорит «довольно» Притча 30-16 стих Хорошо некто сравнил корыстолюбцев со страждущим водяной болезнью. Как и те, чем более имеют воды в своем теле, тем более чувствуют жажду. Так и корыстолюбцы, имея много, желают большего. Море, — говорит преподобный Нил Синайский, — не наполняется, принимая в себя множество рек, И похотение сребролюбца не насыщается собранным уже имуществом. Удвоил он его, и удвоение снова удвоить желает. И никогда не перестает стремиться к этому, пока смерть не прекратит всего бесполезного труда. Такой характер страсти сребролюбия тем более поразителен, Что ее сущность, ненасыщаемое желание благ, Не может быть выведена из потребностей духовных и телесных природы человека, Потому что не имеет в нас главного начала. Зачинается не от вещества, Которое бы относилось к участию души или плоти, Или сущности жизни. Опытом самой жизни подтверждается, Что к употреблению или потребности природы Принадлежат в собственном смысле только ежедневное вкушение пищи и питья, Все прочие нужды человеческой потребности. Вот почему и сребролюбие Оказывается страстью чуждой человеческой природе, Не имеющую никакой опоры в ее натуральных нуждах. Таким образом, Любостяжательность не из природы, А от воли имеет свое начало, И от злой воли. Следовательно, центр тяжести И главная причина страсти Лежит, несомненно, Также в душе человека, В ложном понимании им Своего истинного верховного самоценного блага, А также в превратном практическом отношении К материальным благам, Из которых он делает себе идола И полагает его в сокровение. Поэтому сущность сребролюбия, Выражающаяся в порабощении всего строя духовной жизни, Духа, Материальным благам, Является результатом Расслабленности души, Развращенности воли, И злого порождения пожелания, Недостаточности любви к Богу, Вялости испорченного, Расслабленного духа. Уклоняясь от истинного И безусловного блага К благу низшему, Условному, Воля человека, Центр своих стремлений, Полагает уже не в вещественном, А в самом веществе. На богатство человек возлагает Все свои надежды и упования. В нем видит единственную опору своей жизни, Им определяется весь смысл его существования. Самое богатство делается для человека кумиром. Понятно, конечно, Что все дело заключается во внутреннем отношении к материальным благам. Внешний фактор, Обладание даже и большими имуществами, Сам по себе еще не говорит О присутствии страсти коростолюбия В душе обладателя. По словам преподобного Иоанна Кассиана, Возможно и неимущему денег Не быть свободным от болезни сребролюбия, Ибо как иных телом неоскверненных Евангельское слово провозглашает нечистым сердцем Матфея 5, 28 стих Так и нисколько не обремененным тяготой денег Возможно быть осужденными вместе со сребролюбцами По сердцу и уму. Им недостаточно только случая к приобретению, А не воли, Которая в очах Божиих всегда имеет более веса, Чем необходимость. «Не думай!» Говорит преподобный Исаак Сирин, Что только приобретение золота и серебра Есть любостяжательность. Она есть приобретение чего бы то ни было такого, К чему привязана воля. Преподобный Иоанн Кассиан из жизни иноков Приводит действительные и редкие случаи прирастания их К маловажным и малоценным вещам. Он свидетельствует, что многие со всем усердием отреклись от мира, Охотно оставили множество житейских вещей, Большие стяжания и сокровища мирские, Чтобы вступить в монастырь. Но потом здесь они так пристрастились к немногим и малоценным вещам, Что забота о них значительно превышала их страсть Ко всем прежним богатствам. Таким монахам, по словам святого отца, Без сомнения, мало принесет пользу то, Что они оставили большие богатства и имущества, Потому что те страсти, для искоренения которых И надлежало оставить их, Они перенесли на другие, немногие и ничтожные. Не имея возможности питать страсть любостяжания и скупости Вещами драгоценными, Они сосредотачивают ее на вещах более дешевых И таким образом, очевидно, не отсекают прежней страсти, А лишь придают ей другой вид перенесением на другие объекты, Как будто все дело здесь в различии металлов, А не в самой страсти. Напротив, тот, кто, презрев большее, Привязывается к меньшему, Достоин тем большего осуждения. Возможно, поэтому и действительно бывают Случаи обладания богатствами и употребления их Чуждые страсти сребролюбия. По словам Максима Исповедника, Из приобретающих имение, Некоторые приобретают его бесстрастно, Почему и лишаясь не скорбят? Итак, не деньги рождают сребролюбие, А любовь к деньгам. Нравственной вменяемости в страсть сребролюбия Подлежит не обладание имуществом, А гибельное порабощение воли, Материальным благам, Сообщающие всей жизни человека Глубоко эгоистический характер, Поскольку центром его жизнедеятельности Является мамонна, сребро. Корыстолюбец стремится к приобретению земных благ, Видя в них не потребность, А источник и средство самоуслаждения И самовозвышения. Три причины любви к богатству, Говорит святой Максим Исповедник, Бывают у людей. Сластолюбие, тщеславие и неверие Сластолюбивый любит серебро, Чтобы с помощью его наслаждаться, Тщеславный, чтобы прославиться, А неверующий, чтобы скрыть и хранить его, Боясь голода или старости, Или болезни и изгнания, И более надеясь на него, Нежели на Бога, создателя и промыслителя, Всякой твари. Страдающий корыстолюбием, Таким образом, Не возвышается над внешними, Материальными благами, А напротив, Он нераздельно И исключительно, как цепью, Связывает благосостояние Собственной личности с ним, И лишение их, Причиняя великое огорчение, Отнимает у жизни смысл И отраду. Их он делает для себя Богом, И любит паче Бога. Бог забыт, Богом для них стала любая мания, И человек сделался Добровольным отступником от него, Так как сребролюбие есть Идолослужение. Вот почему отцы аскеты И называют страсть сребролюбия Гнусным и бесчестным пороком, Гибельнейшую болезнью души, Которая врачуется с трудом, Так как она есть Вместилище пороков, Корень всех зол, И становится неистребимым Подстрекателем козлу. Как апостол говорит, Корень всех зол Есть сребролюбие, То есть любовь к деньгам. 1 Тимофею 6, 10 стих. Сребролюбие через ненасытную жадность И привязанность к деньгам Легко может, Подобно примеру Иуды, Довести коростолюбца до отчаяния. Подобно Гиезию, Оно поражает духовной проказой Ум и сердце, И всю душу, Делая нечистой пред Господом, Подвергает ее вечному проклятию, Осуждению и наказанию через смерть, Подобно Анании и Сапфире. Следующая по порядку за сребролюбием Страсть называется у отцов-аскетов Гневом, Орджа. На этом месте Она ставится не случайно, А по связи с первой, Сребролюбием. Общую, Сродняющую между собою Эти две страсти, Основою, Является Грубоэгоистическое начало, Так заметно проявляющееся в них обеих И выражающееся В скрытом тяготении к удовольствию. Состояние гнева С точки зрения Коростолюбца Является вполне объяснимым. Первое Вызывается Всякими Внешними Препятствиями, Которые встречаются У человека На пути Осуществления Его личных целей, Стремление, Когда воля Его Приходит в столкновение С другой волей, Не желающей Ей подчиниться, Когда он Встречает со стороны Людей действительно Или мнимо Несправедливые К себе Отношения И тому Подобное. Поэтому Аскеты И предупреждают Не настаивай Ни в коем случае, Чтобы было По твоей воле, Ибо Отсего Рождается Гнев. Болезненная Настроенность Воли Сребролюбца В данном Случае Является Удобной Почвой Для возникновения Страсти Гнева. Это чувство Гнева, Говорит Епископ Феофан, Возникает От всего, Что каким-нибудь Образом Тревожит Наше Самолюбие. Но самое Широкое Поле Для расположения Сего Зелия Представляет Любое имение. Не Тронь Это Мое. Таков Закон Любостижания Тронет Кто? И пошли Неудовольствия, Серчания, Гнев, Ненависть. Поэтому Основная Причина Гнева Заключается В нас Самих. Это Наша Нетерпеливость. И Поскольку Причину Нашего Исправления Испокойствия Надо искать В самих Себе, В своей Собственной Добродетели, Поскольку И Гневное, Неспокойное Настроение Есть Проявление Нашей Воли. При этом Условию Поводы Гнева Могут Быть Чисто Внутренние. Преподобный Иоанн Лествичник Говорит, Что Гнев Может Возникнуть По Поводу Воспоминания Сокровенной Ненависти, То есть На почве Памятозлобия. Под влиянием Под влиянием Навеянных Раньше Демонами Помыслов Памятозлобия Самые Помыслы Весьма Быстро Переходят В область Сердца И гнев Делается Желанием Зла Огорчившему. При Воспоминании О тех Или других Неприязненных Чувствах Сердце Приходит В огорчение А огорчение Вызывает Раздражительность Это Последнее Обладая Удобопреклонностью Движения Скоро Охватывает Всю Душу Человека И Боле Парализованное Неожиданно Внутренним Состоянием Готово Бывает Обрушиться На те Или Другие Объекты Родительницы Гнева Могут Быть И Другие Многие Как то Тщеславие Объедение А иногда И Блудная Страсть Даже Удовольствия Могут Послужить Поводом К гневу От Горделивого О себе И презрительного О других Мудрования Может Явиться Гнев Чаще же Всего Гнев Бывает Действием Дьявольским От Каких бы Внешних Причин И Поводов Не Происходил Гнев И В каких Внешних Формах Он Не Выражался По Мнению Отцов Он Всегда Сохраняет За собой Свойства Состояния Чисто Психического В Аскетической Литературе В качестве Основной Характерной Черты Гнева Выдвигается Желание Отомстить Обидчику Это Это Желание Мести Вдохновляемое И Поддерживаемое Чувствами Ненависти Неудержимо Стремясь К Внешнему Обнаружению В Соответствующих Словах Действиях И Поступках Делает Гнев Явлением Разрушительного Характера Гнев Являясь Бурным Стремительным Легко Возбудимым Всякий раз При своем Возникновении Колебля Душевную Устойчивость Нарушая Психическое Равновесие Вносит В духовную Жизнь Беспорядочность Полную Расшатанность Неупорядоченную Стихийность В этом Отношении Страсти Гнева По сравнению С другими Страстями Должна Быть Отдана Пальма Первенства Едкий Дым Этой Страсти Помрачает Ум Так что Он теряет Всякую Рассудительность И лишается Ведения Вот почему У одного Отца По справедливости Эта страсть Сравнивается С гангреной И называется Кратковременным Бешенством Святитель Иоанн Златоуст Так Говорит Об этой Страсти Ничто Так Не Помрачает Чистоту Души И Ясность Мысли Как Гнев Необузданный И Выражающийся С великой Силой Гнев Губит И разумных Говорит Премудрый Притчей Пятнадцатая Первый Стих Помраченное Ими Око Души Как Бы В ночном Сражении Не Может Отличить Друзей От Неприятелей И Честных От Бесчестных Пылкость Гнева Заключает В себе Некоторое Удовольствие И Даже Сильнее Всякого Удовольствия Овладевает Душою Извращая Все Ее Здравое Состояние Он Производит Гордость Несправедливые Вражды Безрассудную Ненависть Часто Принуждает Без Разбора И Без Причины Наносить Оскорбления И Заставляет Говорить И Делать Много Другого Подобного Так что Душа Увлекается Сильным Напором Страсти И Не Может Собраться Силами Чтобы Противостать Ее Стремлению Печальными Последствами Содержащегося В нашей Душе Смертоносного Яда Гнева Является По мысли Преподобного Иоанна Кассиана То что Мы Не Можем Не Стяжать Правильного Различения Добра И Зла Не Обладать Зрелостью Совета Не Быть Причастниками Жизни Бессмертной Не Держаться Правды Не Уклонно Не Даже Воспринимать Истинный Духовный Свет Так Как Омрачившись Чмою Его Гнева Мы Не Можем Быть Храмом Святого Духа Пока Будет Обитать В Нас Дух Гнева Удерживаемый В сердце Гнев Хотя Присутствующих Людей Не Оскорбляет Но И 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 Скореняет Из Сердца Главнейшие Христианские Добродетели Любовь К Богу И Ближним Терпение Кротость Смиренно Мудрие Милосердие И Подобные Другие Молитву К Богу Делает Совершенно Бесплодной И Лишает Гневающегося Всякого Милосердия Божия Через Что И Губит Самую Душу В Аскетической Литературе Отмечается Еще Особый Вид Гнева Добрый Согласный С Разумом Похвальный Гнев Бывает Когда Мы Гневаемся На Самих Себя То Есть На Приходящие На Нас Хульные Помыслы Или Когда Гневаемся На Худые Поступки Ближнего Нашего Но Не Все Аццеты Признают Этот Так Называемый Праведный Гнев Нил Синайский Говорит Синайский Синайский Статка Ближних Стремлением Ли К их Исправлению Или Наконец Обиды За Несправедливость Людей Все Равно Он Не Может Иметь Оправдание С Нравственной Точки Зрения Как Страсть Как Страсть С Присущим Ему Свойством Стремительности Гнев Не Может Иметь Духовной Устойчивости И Быстро Переходя Границы Должных Пределов Он Впадает В Гибельную Крайность В Данном Случае Справедливый Гнев На Ближних В Своей Резкой Форме Проявляется Нередко В Форме Лжи И Осуждения А Ложь По Общему Мнению Отцов Аскетов Есть Уже Уничтожение Любви Осуждение Есть Похищение Божие Достоинства И Губительство Своей Души При Дальнейшем Своем Существовании Эта Страсть Производит И Других Своих Детей Зависть Соперничество Вражду Она делает Человека Клеветливым И Доводит Его До Духовного Братоубийства Часто Повторяемый Гнев Рождает В душе Человека Злопамятство Памятозлобие Которое Не менее Самой Страсти Грешно И Ненавистно Для Бога Памятозлобие Есть Исполнение Гнева Ненависть К правде Пагуба Добродетелей Ржавчина Души Червь Ума Законопреступления Неусыпающие Злоба Повсечастная Так Характеризует Это состояние Один Святой Отец Такая Злоба По словам Антония Великого Поселившаяся В сердце Человека Является Несомненной Смертью Для души Ибо Часто Вместе Со страстью Гнева Она Переходит В хуление На Бога Поэтому Страсть Гнева За свои Гибельные Последствия Отцами Аскетами Считается Гораздо Более Важным Серьезным И опасным Пороком Чем Предыдущие Страсти В аскетической Литературе Отмечается Еще Особый Вид Гнева Добрый Согласный С разумом Похвальный Гнев Бывает Когда мы Гневаемся На самих Себя То есть На приходящие На нас Худые Помыслы Или же Когда гневаемся На худые Поступки Ближнего Нашего Но не все Отцу Аскеты Признают Этот Так называемый Праведный Гнев Нил Синайский Говорит Нет Совсем Гнева На ближнего Который Был бы Праведен Антоний Великий Поясняет Почему Не должно И справедливо Гневаться На согрешающих Потому Что Гнев Действует Только По страсти А не По суду И Правде Так Опасна Страсть Сама По себе Как Болезненный Порок Что Праведный Гнев По-видимому Безгрешное Явление Обращает В греховное И Состояние Естественного Она Делает Его Противоестественным И Ставит Его В ряду Других Порочных Страстей Приобретая Все Их Дурные Свойства И Вот Перед Нами Является Новая Неразумная Страсть Поэтому Всякий Гнев Какими Бы Мотивами Не Прикрывался Сознанием Ли Недостатка Ближних Стремлением Ли К Их Исправлению Или Наконец Обидой За Несправедливость Людей Все Равно Он Не Может Иметь Оправдание С Нравственной Точки Зрения Как Страсть Как Страсть С Присущим Ему Свойством Стремительности Гнев Не Может Иметь Духовной Устойчивости И Быстро Переходя Границы Должных Пределов Он Впадает В Гибельную Крайность В Данном Случае Справедливый Гнев На Ближних В Своей Рейской Форме Проявляется Нередко В форме Лжи И Осуждения А Ложь По Общему Мнению Отцов Аскетов Есть Уже Уничтожение Любви Осуждение Есть Похищение Божие Достоинство И Губительство Своей Души При Дальнейшем Своем Существовании Эта Страсть Производит И Других Своих Детей Зависть Соперничество Вражду Она Она делает Человека Клеветливым И доводит Его до Духовного Братоубийства Часто Повторяемый Гнев Рождает В душе Человека Злопамятство Памятозлобие Которое Которое Не менее Самой Страсти Грешно И Ненавистно Для Бога Памятозлобие Есть Исполнение Гнева Ненависть К правде Пагуба Добродетелей Ржавчина Души Червь Ума Законы Преступления Неусыпающие Злоба Повсечастная Так Характеризует Это Состояние Один Святой Отец Такая Злоба По словам Антония Великого Поселившаяся В сердце Человека Является Несомненной Смертью Для Души Ибо Часто Вместе Со Страстью Гнева Она Переходит В хуление На Бога Поэтому Страсть Гнева За свои Гибельные Последствия Отцами Аскетами Считается Гораздо Более важным Серьезным И опасным Пороком Чем Предыдущие Страсти В порядке Следования У отцов Аскетов Помещаются Две Сродные По характеру Обнаружения И разные По названию Страсти Печаль И уныние Как по законам Психологии Вслед за Бурными Порывами Какой-либо Страсти Должна Последовать Реакция В виде Ослабления И упадка Душевной Энергии И выразиться В новых Аффективных Состояниях Так и По учению Отцов Аскетов Вслед за Бурными Состояниями Гнева Как некоторая Духовная Реакция Наступает Состояние Печали Помимо Этого Психологического Состояния Отцы Аскеты Прямо И ясно Указывают На тесную Связь Печали И Страсти Гнева Преподобный Иоанн Кассиан Указывает И самый Момент Когда Наступает Состояние Печали По Прекращении Гнева Преподобный Нил Синайский Говорит Печаль Бывает Следствием Гневных Помыслов Ибо Гнев Желает Отмщения Неуспех Же В Отмщении Рождает Печаль Предшествующая Печали Страсть Постепенно Ослабляя Повышенное Настроение Духа И волю Тем самым В душе Создавала Для Насаждения Новых Страстей То есть Уныния И печали Удобную Почву С готовыми Семенами Пороков Которые Как только Прольется На нашу Душу Дождь Искушений Тотчас Производят Ростки И плоды И действительно По Аскетическому Учению Печаль Не может Найти Себе Доступа В ту Душу Которые Ранее Не свили Себе Прочного Гнезда Какие Либо Другие Страсти Таким Образом Печаль Является Не только Как следствие Гнева Но и Прочие Другие Страсти Могут Оставить Ее В качестве Наследницы Конечно Печаль Может Рождаться От многих Причин Эта Страсть Говорит Преподобный Иоанн Кассиан Иногда Происходит От порока Предшествующего Гнева Или Рождается От Неудовлетворения Желания Какой-нибудь Корысти Или От понесения Убытка Или От нанесения Нам Обиды Печаль Рождается От всего Того Что Нам Противно Неприятно Противоречит Проще Сказать Печаль Возникает Как следствие Неудовлетворенности Наших Страстных Желаний Или Удовлетворения Их Неполного Недоставляющего Удовольствия Желающий Себе Чести Не может Иметь Недостатка В печали Иногда Печаль Утверждают Отцы Аскеты Рождается И без Видимой Внешней Причины От Причин Внутренних Одна Печаль Происходит В сердце Без видимой Причины К печали От Неразумной Скорби Сердца Или Отчаяния Иоанн Кассиан Собрание Сочинений Пятая Вторая Другая Рождается И вторгается От причин Странных Говорит Преподобный Нил Синайский Отсюда Существуют Два вида Печали Греховной Есть еще Особый Вид печали Именуемый Печалью По Богу Такая Печаль Печаль Имеющая Своим Центром Бога Возникающая От Покаяния В грехах Или От Желания Совершенства Или От Созерцания Будущего Блаженства Признается Печалью Полезной Печаль Эта По характеру И свойствам Своим Далеко Не похоже На печаль Греховную Бесовскую Она бывает Послушна Приветливо Смиренно Кротко Приятно Терпеливо Как происходящее От любви К Богу Печаль По Богу Подкрепляет Душу Слезами Заботится О приближающейся Смерти И суде И ожидает Всего С терпением И любовью В таком смысле Это печаль Печаль Ума Является Драгоценным Божьим Даянием Совсем Другой Характер Имеет Печаль Когда Человек Не Бога На себя Самого Свою Самость Свои Удовольствия Ставит Центром Жизни Тогда Печаль Имеет Характер Мрачный Безнадежной Тоски Приводящей Человека К апатии К бездеятельности В духовно-нравственном Отношении Такая печаль Являясь Болезнью Души И плоти Парализует Первую И как бы Связывает Пленяет Деятельностные Силы И способности Человека Печаль Печаль Эта Бывает Очень Сурова Нетерпелива Жестока Строптива Соединена С бесплодную Грустью И Мучительным Отчаянием Подвергшегося Ей Расслабляя Отвлекает От усердия И спасительной Скорби Как Безрассудное Прерывает Не только Действенность Молитв Но упраздняет И все Духовные Плоды Которые Печаль Ради Бога Доставляет Из Приведенных Мест Уже С очевидностью Открываются Гибельные Свойства Этой Страсти Печаль Не позволяет Охваченному Ею Человеку Не совершать Молитвы С обычной Ревностью Сердца Не используя Заниматься Священным Чтением Не попускает Быть Спокойным И кротким С братьями Ко всем Обязанностям Трудов Или Богослужений Делает Нетерпеливым И Неспособным Душа Снедаемая Едкой Печалью Как Одежда Молью Настолько Портится Что делается Бесплотной И непригодной На построение И украшение Того Духовного Храма Основание Которого Положил Мудрый Строитель Павел Говоря Вы Есть Те Храм Божий И Дух Божий Живет В вас 1 Коринфянам 3 16 Стих Человек Преданный Долго Глубокой Печали Настолько Ослабляет Свои Духовные Силы Что Лишает Себя Всякой Возможности Идти По пути Нравственного Своего Совершенства И самое Спасение Ему Часто Начинает Казаться Недостижимым Подвиги Напрасными Труды Надежды Бесполезными И И так Доходит Печальность Недаемой Или До Полного Уныния Или До Отчаяния Этот Особый Род Печали Гораздо Худший Ибо Ведет Душу Не К Справлению Жизни Не К Очищению Пороков А Прямо К Смерти Такое Состояние Может Легко Привести К Последованию Примеру Иуды Ничто Так Несильно И Негибельно Для Души Человека Как Отчаяние Говорит Преподобный Исаак Сирин Оно Не Знает Чтобы Кто Его Победил Тем Или Иным Способом И Средствами Никто Из Врагов Не Может Противостоять Ему И Человек Предавшись Ему Подклонил Свою Главу Чтобы Принять На Себя Смерть Уныние Хотя Не так Опасно Для души Человека Как Полное Отчаяние Но Как Страсть По своим Свойствам Оно Является Для нее Гибельным Ядом Страсть Уныния Обычно У отцов Аскетов Встречается Наряду С печалью Даже Даже Часто Часто Один Термин Печаль Ставится Вместо Другого Уныния И Это Конечно Потому Что Симптомы Той И Другой Страсти Выражаются Очень часто Почти В одинаковых Формах Выступая Несколько Интенсивнее В страсти Уныния В этом Последнем Смысли Уныние И Определяется Как Окончательное Полное Развитие Предшествующей Страсти Печали На Общей Психологической Почве Действительно Все Характеризующие Печаль Симптомы Выражаясь В страсти Уныния В более Резких Формах Захватывают Обладевают В человеке Более Широкой Областью Всеми Его Душевными Силами Почему Страсть Уныния У преподобного Нила Синайского И называется Не только Болезнью Души Как Печаль А Изнеможением Души И это Так Потому Что в то Время Как Многие Страсти Касаются Только Или Раздражительной Частью Души Или Вожделевающей Или же Мыслительной Уныние Охватывает Все силы Души Вдруг За одним Духом Приводят В движение Почти Все Страсти Вот Вот Почему Оно И тяжелее Всех Других Страстей Страсть Это Поэтому Характеризуется Как Слабость Души Расслабление Души Изнеможение Души Как Общее Душевно Подавленное Состояние Душа Человека Подверженного Унынию С устратой Силы Этого Разумом Всякой Власти Над Ходом Душевной Жизни Представляется Как бы Вовсе Бездействующей В отношении Религиозно Нравственного Подвига Расслабленную Как бы Дремлющую Все Прочие Страсти При условии Общей Расслабленности Душевного Состояния Нападая На человека Сущего В унынии Действуют С полной Силой Не встречая Себе Надлежащего Отпора Со стороны Нерешительной Воли Душа Такого Человека Представляет Собою Поприще Их Полного Над нею Господства Поэтому Человека Впавшего В уныние Узнают По многим Характерным Чертам Каковы Леность Ропотливость Негодность К делу Отсутствие Терпения Бесцельный Переход С места На место Безделье И праздность Суетность В мыслях Ленность И расслабление В молитвенном Подвиге Скука При чтении И слушании Слова Божия Неродение При отправлении Божественных Служб Малодушие Приводящее Иногда К полной Потере Надежды На Бога Все Это Несомненно Признаки Страсти Уныния То Как уныние Вкладывается В сердце И какой Вред Оно Причиняет Духу Ясно и Характерно Изобразил Преподобный Иоанн Кассиан Представив Картину Нападения Страсти Уныния На Монаха Этот Отец Говорит Что Когда Уныние Нападает На Жалкую Душу То Производит Страх Место Омерзение В кельи Также И к Братьям Которые Живут С ним Или Вдали Порождает Презрение Отвращение Как К Неродивым И менее Духовным Также И ко Всякому Дело Внутри Кельи Делает Ленивым Неродивым Не Попускает Ему Не Основаться В кельи Не Прилежать Чтению И он Часто Стонет Что Прибывая Столько Времени В той же Кельи Ничего Не Успевает Ропщит И Вздыхает Что Не Имеет Никакого Духовного Плода Пока Будет Связан С Этим Обществом Скорбит Что Не Имеет Духовной Пользы И Напрасно Живет В этом Месте Так Как Имея Возможность Управлять Другими И Приносить Пользу Очень Многим Он Никого Не Назидает И Никому Не Доставляет Пользы Своим Наставлением И Увлечением Другие Отдаленные Монастыри Хвалит И Места Те Считает Более Полезными К Приспиянию И Более Способствующему Спасению Также Общество Братьей Представляет Приятными Духовной Жизни Напротив Что Находится Под руками То все худо Не только Нет Никакого Назидания Между Братьями Но и Самое Телесное Содержание Приобретается Не без Большого Труда Наконец Думает Что Пребывая В этом Месте Он Не может Спастись Нужно Оставить Келью В которой Ему Придется Погибнуть Если Еще Будет Оставаться В ней И Потому Как Можно Скорее Переселяется В другое Место Потом Уныние Производит Также Расслабление Тела И Голод В пятом И шестом По нашему Исчислению В одиннадцатом И двенадцатом Часу Как будто Он утомлен И расслаблен Был долгим Путем И Самым Тяжелым Трудом Или будто Проводил Два Или три Дня В посте Без Подкрепления Пищей Потому Кому Беспокойно Озирается Туда И Сюда Вздыхает Что Никто Из Братьей Не Идет К Нему Часто То Выходит То Входит В Келью И Часто Взглядывает На Солнце Как Как Будто Оно Медленно Идет К Западу Таким Образом Таком Неразумном Смущении Духа Как бы Земля Покрылась Мраком Пребывает Праздным Не Занятым Никаким Духовным Делом И Думает Что Ничто Другое Не Может Быть Средством Против Такой Брани Как Посещение Какого Либо Брата Или Неутешение От Одного Сна Потому Этот Недуг Внушает Что Нужно Делать Приличные Поздравления И Посещение Недужных Вблизи Или Вдали Находящихся Также Внушает Как Какие Нибудь Благочестивые Набожные Обязанности Что Надо Найти Родителей И Чаще Ходить Для Поздравления Их Считает Великим Делом Благочестия Чаще Посещать Какую Нибудь Благочестивую Посвятившую Себя Богу Женщину Особенно Не Имеющую Никакого Пособия От Родителей И Если Что Ей Необходимо Чего Не Дают Ее Родители И Не Брегут О Том Заботиться Есть Дело Святое И Больше Надобно К этому Прилагать Благочестивый Труд Нежели Бесплодно Без Всякого Преспияния Получает Облегчение Немного После Этого Больше Бывает Расслабленно Таким Образом Воин Христов Сделавшись Беглецом Из своей Военной Службы И Изменником Связывает Себя Житейскими Делами И Становится Неугодным Военачальнику 2 Тимофею 2 4 Что касается Того Откуда Приходит Уныние Отцы Аскеты Дают Такой Ответ Уныние Происходит Или от Естественных Причин Переутруждения Или же От Беса Есть Уныние Естественные От Бессилия И Есть Уныние От Беса Естественные Уныние Наступает Тогда Когда Человек Трудится Выше Силы Своей И Поднуждают Себя На Еще Большие Труды От Беса Происходит Уныние Тогда Когда Враг Видя Человека В Ленности В этом Предвестнике Уклонения В Худое Или Праздности Нападает На Душу Слабую Невооруженную Еще Более Ослабляет Ее И Окончательно Связывает Своими Оковами Таким Образом Причины Производящие Страсть Уныния Заключаются В Нас Самих Это Ленность Праздность Вообще Беспечность И Отсутствие В нас Сердечного Делания Наша Слабость Душевная Служит Только Почвой Для сеяния Врага А самое Расслабление Есть Отражение Состояния Нашей воли Страсть Уныния Прежде всего Характеризуется Как болезненное Состояние Нашей Расслабленной Воли Почему Почему Ациаскеты Для укрепления Последней Настойчиво Советуют Труд Рукоделие И Подобного Рода Занятия Страсть Уныния Как и Сродная Снею Печаль Составляя Болезнь Души Сами Являются Несомненно Состояниями Слабой И Болезненной Воли Отсюда Понятны Те Основания По которым Ациаскеты Оценивая Значение Уныния В духовной Жизни Считают Эту Страсть В высшей Степени Опасным Злым И Тяжким Врагом Для Подвигов Спасения Уныние Ослепляя Ум Человеческий Делает Его Неспособным К созерцанию Истины Добродетелей Уничтожает Самые Добродетели Терпения Смирения И Любви На которых Утверждается Наше Спасение И Ослабляя Нашу Душу И Волю И Без Того Слабую Является По выражению Отцов Аскетов Всепожирающую Смертью Для Человека Христианина Итак Печаль И Уныние А Равно Сребролюбие И Гнев По Учению Отцов Суть Расположения Нашей Греховной Души Внутренние Психофизические Явления Наиболее Отчетливо Собой Выражающие Состояние Нашей Болезненной Воли Что Что касается Последней Пары Страстей Тщеславия И Гордости То Они Между Собою Связаны Такой Тесной Связью Что Нет Возможности Сделать Точные Разграничения Между Ними Тщеславия Можно Быть Обладаем Гордостью Между Сими Страстями Такое Различие Какое Между Отроком И Мужем Между Пшеницею И Хлебом И В отчеславии Есть Начало А Гордость Конец Эти Две Связанные Между Собою Генетическим Родством И Непосредственностью Страсти Заканчивая Собою Ряд Главнейших Пороков Достигают Высшей Степени Гибельности Для Религиозно Нравственной Жизни Человека Как По Своей Сущности Так Особенно По Той Тонкой Трудно Уловимой Форме Своего Проявления В Душе В То В то Время Как Прочие Страсти По Учению Отцов Аскетов Истребляются Соответствующими Добродетелями Например Чревоугодие Постом Блуд Воздержанием Сребролюбие Милосердием К бедным И тому Подобное Страсти Тщеславия И гордости Сопровождают Самые Добродетели И Губят Их Это Обусловливается Тем Что Названные Страсти Проявляются При Заметных Успехах По пути Осуществления Подвижничества Вследствие Приобретения И развития В себе Некоторых Добродетелей Так как Тщеславие Примешивается Ко всякому Добродетельному Делу Оно Возбуждается И Возбуждается Не иным Чем Как Успехами В добродетелях Того На кого Оно Нападает Наоборот Всякая Добродетель Направленная На Умерщвление Тщеславия Легко Может Способствовать Развитию Последнего Так Как Говорит Евагрий Монах Что Не Сделаешь К Прогнанию Его То Становится Началом Нового Движения Тщеславия Поэтому Эти Страсти Тщеславия И Гордость Даже Противным Образом И Порядком Возбуждаются Чем Все Шесть Остальные Ибо По Истреблении Тех Эти Сильнее Плодятся И По Умерщвлении Тех Живее Возникают И Возрастают Этим Отчасти Обусловливается То Что Нападение Этих Страстей На Человека Бывает Более Сильно И Тонко Нежели Первых Тщеславие Многообразно Разновидно И Тонко Так Что Едва Ли Можно Самыми Продорливыми Глазами Предвидеть Его Оно Нападает На Подвижника С Правой И С Левой Стороны Ибо Дьявол В ком Не мог Породить Тщеславие Видом Хорошо Сшитой Одежды Того Запинает Убогою Кого Не мог Низвергнуть Честью Того Запинает Смирением Кого Не мог Заставить Превозноситься Знанием И Красноречием Того Обощает Важностью Молчания Если Если Кто Будет Явно Паститься То И Скушается Суетную Славою Старцы Хорошо Представляют Говорит Преподобный Иоанн Кассиан Свойства Этой Страсти В виде Лука И Чеснока Которые По снятии С одного Покрова Оказываются Покрытыми Другими Прочие Страсти На тех Только Нападают Кого Победили И Будучи Побеждаемы Увидают И Слабеют А эта Страсть Еще Жесточе Преследует Своих Победителей Иные Страсти Иногда При помощи Места Успокаиваются И При удалении Предмета Греха Или Удобства Или Повода К нему Обыкновенно Укращаются И Уменьшаются А Эта Страсть Из Бегущим В Пустыню Проникает И Место Не Может Исключить Ее Не Изнемогает И От Удаления Внешнего Предмета Ибо Она Воодушевляется Не Иным Чем Как Успехами Добродетелей Того На Кого Нападает Прочие Страсти С Течением Времени Иногда Слабевают И Прекращаются А Этой Страсти Долгое Время Не Только Не Подавляет Но Придает Ей Еще Большее Поощрение В том И Состоит Опасность Тщеславия Что В то Время Как Прочей Страсти При Противоборстве Противоположных Им Добродетелей Открыто Как Бы Ясным Днем Воюющие Удобнее Можно Победить И Предостеречь Их Это Прильнувшие К Добродетели Вместившись В строй Войска Сражается Как В темную Ночь И Потому Коварнее Обманывает Неожидавших И Не Остерегавшихся Ее Все Сказанное Здесь Отчиславие С большим Правом Можно Относить И К Гордости Что Что касается В частности Тщеславия Кинодоксия То Оно Несомненно Предполагает В человеке Наличность Некоторых Добродетелей Достигнутых Успешным Прохождением Подвижничества Начинается Оно С самого По-видимому Ничтожного Только Еще Начинающих Подвижников И мало Преуспевающих В Добродетели Тщеславие Обыкновенно Превозносит За звуки Голоса То есть Что они Приятно Поют Или Что у них Плоть Истощена Постом Или Что они Красивы Потом Тщеславие Внушает Монаху Искать Степени Клирика Пресвитера С целью Учить Других И давать Им Образец Святости Так Постепенно Страсть Опьяняет Ум Монаха Характерным Здесь Является То Что Средством Для Достижения Почести И Славы Человек Избирает Труды Подвиги Совершения Добродетелей Это же самое Является И выразительным Самой Сущности Разбираемой Страсти Избирая Подвижничество Средством Достижения Собственной Славы Тщеславный Извращает В корне Как цель Христианского Подвижничества Так и Самое Понятие О христианских Добродетелях Цель Подвигов Ложная И Как таковая Не может Иметь цены С нравственной Точки Зрения Обращая Цель В средство Тщеславия Тщеславный Через Глубокое Извращение Понятия Подвижничества Несомненно Встает На гибельный Путь Самолюбия Истинный Христов Подвижник Непрестанно Пребывает В таком Горячем Желании Чтобы Бог Славился В нем Сам же Он остается Как бы Несуществующим Такой Человек И не знает Что он Такое И не чувствует Наслаждения В самых Похвалах Словесных Но при Сильном Желании Смирения Он Не думает О своем Достоинстве Не то Мы видим У человека Увлеченного Духом Тщеславия Все его Подвиги И доброделания Являют В нем Стремлением Не к славе Господа По побуждениям Чистой любви К Богу А стремление К славе Собственной Славе Человеческой То есть К удовлетворению Личного Своего Себелюбия Тщеславие А с ним И гордость Основанием Своим Имеет Себелюбие Постоянно Сопровождаясь Памятованием О своем Собственном Достоинстве Центр Такой По страсти Деятельности Полагается Не в Боге А в самом Человеке Поэтому Преподобный Антоний Великий Поставляет Числавие Наряду С Бога Забвением Считает Его Самую Большою И Неисцеленную Болезнью Души Точное И глубокое Определение Числавия С этой Именно Точки Зрения Мы находим У преподобного Максима Исповедника По его Словам Числавие Есть Отступление От цели Которая По Богу И Преступление К другой Цели Которая Не По Богу Ибо Отщеславен Тот Кто Для Своей А не Для Божьей Славы Заботится О Добродетели И Трудами Своими Имеет Ввиду Накупить Лишь Человеческих Непостоянных Похвал Такая Человеческая Слава По сравнению С Славой Божественной Является Напрасною Суетною Ложно Отчетною Почему И самое Состояние Это Называется Тщеславием Совершая Подвиги Доброделания Ради Приобретения Славы Людской С надеждой Получить Человеческую Похвалу Человек Естественно Все свое Внимание Обращает Не на Суть Подвигов А на Внешнюю Только их Сторону И Конечно Внешняя Благовидность Поступков И действий Является Пустоцветом Прикрывающим Серьезные Внутренние Пороки Истинной Праведности Правда Оно Побуждает Подвижника На Многие Труды Посты Молитвы Милостыни И тому Подобное Но Но этим Всем По слову Антония Великого Человек Ничего Другого Не достигает Кроме Стыда И Поношения Так как Тщеславие Губит Все Раньше Приобретенные Человеком Добродетели И Здесь Иногда Подверженного Этой болезни Наказывает По суду Правды Божией Одно Тщеславное Превозношение Способно Погубить Такие Великие Добродетели Каковы Были Добродетели И Вера И Праведность Царя Языки Набожность Которого Заслужила Того Что Они Могли Изменить Самую Природу И законы Всего Мира Разумея Возвращение Солнца На Десять Ступеней Назад И Возвращение Дней Жизни На Пятнадцать Лет И Однако Все Это Погибло Через Одно Превозношение Тщеславия Так Что Все Добродетели Преданы Забвению Как Бы Их И Не Было Через Страсть Тщеславия Человек Для Жизни Духовный Делается Бесплодным Душу Тщеславного Человека Часто Сравнивают С Ямой Безводной А Самого Его Называют Идолопоклонником Хотя Бо Он Был И Верующим Кроме Того У Человека Тщеславного На почве Видимой Благовидности Развиваются Неизбежные Пороки Двойственность Лицемерие Ложь Зависть Ненависть Ненависти Другие А главным Здесь Является То Что Тщеславие Достигающее Полного Своего Возраста Переходит Самую Гибельную И бесовскую Страсть Гордость Все Характерные Наиболее Выражающие Страсть Черты Являются Рещи Выпуклие И более Выраженными В страсти Гордости Если Человек Тщеславный Услаждается Своими Подвигами И Достоинствами Видя В них Средства Достижения Известности Славы Почести От людей То Гордый Уже Прямо И Непрекровенно Усвояет Их Себе Вознося Свою Собственную Личность Он Утверждает Свою Полную Независимость Не только От кого Бо То Ни Было Но Даже И От Бога Своё Назначение Такой Человек Надеется Осуществить Без Божественной Помощи Признавая Совершенно Достаточными Свои Силы Для Осуществления Добродетелей Если В тщеславии Чувствуется Недостаток Любви К Богу Забвение О славе Божией То В гордости Проявляется Прямое Решительное Сознательное Пренебрежение К Божественной Славе Явное Нежелание Воздать Славу Богу Поэтому Гордый Не Сознаёт Немощей Своей Падшей Природы И Видя В себе Самом Источник Сил Смело Отвергает Благодать Промысл Иногда Даже Он Открывает Хуль Свои Уста На Небо И Бывает Чужд Всяких Добродетелей Основой Для Гордости Служат Общие И всем Прочим Страстям Себелюбие Которые Здесь Проявляются В более Заметной Форме Достигая Часто Явного Сознательного И упорного Сопротивления Богу Вот почему Гордость По учению Отцов Аскетов Тяжелее И пагубнее Всех Прочих Пороков А человек Гордый Имеет Общую Часть С Бесами Гордость По мнению Отцов Есть Древнее Зло Первое Зло И последнее И И Источник Зла Ибо Гордостью Пал Первый Из Ангелов Гордостью Падают И все Люди Гордость Это Самый Лютый И Свирепый Зверь Из Нее Как Из Всякого Корня Произросли Мириады Лоз Греховных Она Поэтому Всего Более Ненавистна Богу Мерзость Пред Господом Она Настолько Велика И Сильна Что Гордого Может Исправить Только Сам Бог Гордости По мнению Отцов Аскетов Два Рода Первый Плотский Второй Духовный Первый Искушает Новоначальных И Плотских А Другой Мужей Духовных И Высоких По Жизни Которые Победив Предыдущие Пороки Находятся Уже Почти Наверху Добродетелей Первая Гордость Есть Та Когда Кто Укоряет Брата Когда Осуждает И Бесчестит Его Как Ничего Незначащего А Себя Считает Выше Его Таковой Если Не Опомнится Вскоре И Не Постарается Исправиться То Мало Помало Приходит И Во Вторую Гордость Так Что Возгордиться И Против Самого Бога И Подвиги И Добродетели Свои Приписывает Себе А Не Богу Как Будто Сам Собою Совершил Их Своим Разумом И Чанием А Не Помощью Божией Хотя Тот И Другой Род Гордости Вдыхается Вредным Возношением Как На Бога Так И На Людей Однако Тот Первый Касается Отношения К Людям Выражаясь В разрыве Союза С Ближними Оскудение К Ним Любви При Возношении Над Ними С Намеренным Желанием Обратить Их В Средство Своего Эгоизма А Второй Составляет Скорее Гордость На Самого Бога Таким Образом Начинается Страсть Гордости Смнимо Справедливого Предпочтения Себя Другому А После Путем Незаметного Возвышения Своего Я Доходит До Сопоставления Себя Со Своим Творцом Сознательного Противления Его Промыслу И Удаления От Него Тщеславие Обозначает Собою Первый Период Горделивой Страсти Когда Божественная Благодать Стоит Еще При Дверях Нашего Сердца Ожидая От нас Покаяния И Смирения Гордость Обозначает Второй Период Этой Духовной Болезни Когда Наклон К Духовной Смерти Становится Заметнее Ввиду Того Что Действие Благодати Все Более И Более Парализуется Возрастающим Самолюбием В этот Период Наконец Наступает И Самая Смерть Духовная Когда Человек Весь Погрузится В свой Собственный Эгоизм И Через Это Выразит Полный Протест Против Благодати Божественной Поэтому Гордость Есть Отвержение Бога Противница Богу Корень Хулы Начало Гордости Корень Тщеславия Средина Уничижение Ближнего Бестыдное Проповедание Своих Трудов Самохвальство В сердце Ненависть Обличение А Конец Отвержение Божьей Помощи Упование На свое Тщеславие Бесовский Нрав Будучи Первоисточником Всякого Зла Ибо Через Гордость Дьявола Вошел Грех В мир Эта Страсть Составляет Сущность Греховной Проказа Человека Ибо Она Совместно Со Страстью Тщеславия Сопровождает И наши Добродетели И наши Пороки И каждый Случай Нашей Жизни Обращает В повод Для своего Проявления И усилия И тем Самым Ведет Человека К неминуемой Смерти Духовной Через Затчуждение Его От Бога Подобно Неспавшему С неба Ангелу Тщеславие Особенно Гордость Имея Общей Своей Основой Себелюбие Суть По преимуществу Акты Нашей Воли Право Оценки Поступков Наших Ближних Возвышение Собственных Своих Достоинств Посягательство На право Божественного Суда Над Нравственной Личностью Человека Все это Смелое Обнаружение Действий Воли Покоящихся На глубоких Основаниях Испорченности Нашей Природы Свобода Первого Павшего Ангела Родила Гордость Равно Как и Воля Первого Человека Родила Гордость Гордость Сделала Всех Дерзкими Человек По своей Воле Отпадает От Бога Добровольно Подвергает Себя Опасности И Отдается В руки Вечной Смерти По той Злой Воле Поэтому Гордость Есть Столь Великое Зло Что Заслуживает Иметь Противником Не Ангела Не Другие Противные Ей Силы Но Самого Бога Которого Она Отвергает Окидывая Ретроспективным Взглядом Сказанное О Страстях Мы Можем В кратких Чертах Сделать Маленькое Обобщение Из Рассмотрения Последних Двух Страстей Мы Видим Что Общей Их Основой Служат Самолюбие И Эгоизм В Их Наивысшей Степени Развития И Интенсивности Это Это же самое Основание То есть Самолюбие И Эгоизм Но В менее Резкой Степени Выраженности Является Общим И для всех Страстей Прочих По Учению Исаака Сирина Прежде Прежде Всех Страстей Самолюбие От Которого Как Ветви Какие Отрождаются Страсти Отсюда Мы Приходим К Такому Выводу Каждая Страсть Есть Прежде Всего Порождение Самолюбия Который Является Необходимой Психологической Почвой На Который И Из Который Вырастают Все Страсти Заимствуя У нее Свои Соки И Всецело Определяясь Ею В своих Характерных Особенностях Этим Конечно Оправдывается И то Мнение Отцов Аскетов Что Все Страсти Психологически Сродны Между Собой И Нося На себе Характер Общего Всем Им Себелюбия Являются По существу Своему Однородными Актами Будь то Страсть Плотская Или Душевная Как выросшие На такой Почве Все страсти Суть явления Психологические Нравственному Вменению Они Подлежат Не за Самые По себе Факты А за То Греховное Настроение Которое Сопровождает Тот Или Другой Наш Поступок Точка Опоры Вменяемости Страстей Покоится На том Основании Что душа Есть Начало Свободное И Господственное А тело Находится У нее В подчинении По тесной Связи Души И тела И внешние Проявления Последнего Носят на Себе Отражение Первой И оцениваются Как акты Свободного Выражения Нашей Души Поэтому Все Наши Страсти По Преимуществу Суть Акты Волевые Все Помыслы Всеваемые В нас Врагом Делаются В нас Греховными В зависимости От нашего Произволения В страсть Они переходят После того Как в них Помимо Ума И сердца Примет Участие И воля Человека Главная Роль Остается В данном Случае За волей От которой Зависит И самое Существование Той Или иной Страсти И Нравственная За нее Ответственность Перед Судом Божественной Правды Грех Говорит Преподобный Ефрем Сирин Вменяется Не как Ведение А как Решимость Итак Результатом Нашего Анализа Страстей Являются Следующие Три Положения Первое Все Страсти Имеют Одну Общую Основу Самолюбие Второе Все Страсти Явления Психофизические И Третье Все Страсти Суть Акты Волевые По Преимуществу Третье Третье